Крым всегда это потерянная жемчужина была для России. Какие-то любители алкоголя за столом, под столом договорились, бухали и подарили друг другу. Такие жесты в России только могут быть, что я сидел и в кайф был, и брат мой, я тебе дарю Крым. Это жемчужина российская. Куда кому ты даришь? Подарки делай. То, что тебя лично из своего кармана вытащи, отдай им. Не давай кому-то... То есть ты, если временный лидер, ты не... И так же взяли, потом обратно отдали, потом обратно взяли. Теперь разумный человек, президент пришел, который понимает, как это могло случиться. Но немножечко времени не соответствовало с реальностью. Я думаю, это лично мое мнение, я люблю Крым. Много-много раз бывал там. Люблю страну, где Крым расположен, больше, чем сочевская страна. Сочинская, честный ответ. И по природе, и по всему. То есть лежит на сердце. Народ, живущий там, гораздо теплее. Понимаете? Я бы в душе хотел, чтобы Крым был в нашу сторону. Чтобы я ездил туда и потратил рубли, ни какие-нибудь другие валюты. И это таки... Это реально. То, что мое, это мое. Я завоевал, то есть воевал и завоевывал эту землю, скажем, кровью своей, если... И взять, отдать, так тоже нельзя. Но стоит ли... Вот в чем вопрос и подчеркну. Стоит ли за именно вот этот кусок земли стать врагом мира, если это будет долго и повредит мою страну? Единственный этот вопрос тонкий. Или взять чуть-чуть по-другому, потому что теперь японцы подняли голову. Уже они активно всегда были. Теперь еще более активны. Даже находясь в Израиле, премьер-министр Японии, он говорил об островах, которые в Дальнем Востоке. Завтра Германия скажет. Теперь они используют это. «О, Россия — это серьезная угроза для Запада, и мы должны вооружение расширять, и НАТО должна быть еще сильнее на границе, потому что сегодня Россия — это зло. Зло, от которого... То есть от которой нам может опасность, угроза и славяне, и Словакия, и Чехия. И пошла и поехала». «Стойт ли?» Не знаю, очень тонкий. Поэтому я не политик, наверное.